Добрый день! Сегодня мы отмечаем знаменательную дату в нашей истории. Ровно 78 лет назад город Услабинск был освобожден от фашистских оккупантов. 8 августа 1942 года вечером немцы вошли в станицу через железнодорожный переезд на мотоциклах и танках. Через несколько дней на улицах станицы появились местные полицаи. В сопровождении солдат они проводили перепись трудоспособного населения для принудительных работ по погрузке снарядов, бомб, а также ремонту дорог и рытью котлованов. Работать заставляли с утра до вечера. Под усиленным комбоем полицаев и немецких автоматчиков немцы чувствовали себя полновластными хозяевами. Ловили птицу, резали скот, грабили дома. Мебелью, книгами топили печи, уничтожали сельскохозяйственную технику. Называя себя носителями цивилизации, в клубах и школах они устраивали конюшни. Окупационные власти под угрозой расстрела согнали оставшихся рабочих госмаслозавода номер 3 и заставили разыскать спрятанное оборудование и восстановить завод. Фашистам удалось пустить завод, который проработав два месяца выработал 200 тонн масла. Немало устлабинцев ушло в партизанские отряды. Среди них отряд имени Кочубея, который вступал в схватки с врагом, а добытые им разведданные имели исключительную ценность для военного командования. В январе 1943 года Красная Армия подошла к границам нашего района с трех направлений. Расположенные на правом берегу реки Лаба, станицы Тюньгинскую, Новолобинскую, Некрасовскую и прилегающие к ним хутора освобождали бойцы 223-й стрелковой дивизии. Со стороны Адыгеи подошла 9-я горно-стрелковая дивизия. Мосты были взорваны, места переправ постоянно бомбили. Преодолеть реку Кубань можно было только ночью. Немцы занимали преимущественную позицию на обрыве, а советские войска снизу. Кубань была форсирована с 30 на 31 января. Вошли в станицу Слабинскую в 5 часов утра. Начались бои на улицах. Утром 2 февраля командир дивизии Зюванов и командир полка Ляшевич проанализировали ход боев за станицу, и командир дивизии отдал приказание командиру полка Ляшевичу. Услабинская сегодня должна быть взята. Приказ был выполнен. Только оба командира в этом бою погибли от пуль немецких снайперов. Когда освободители вошли в станицу, радости жителей не было предела. Каждый звал к себе домой в гости, отведать настоящего кубанского борща. Несмотря на то, что станица освобождалась ночью и рано утром, жители встретили нас, воинов Красной Армии, хлебом и солью. Они предлагали нам хоть на минутку зайти в дом, отдохнуть и согреться. Другие предлагали покушать. Такая теплота наших советских людей, измученных фашистской неволе, бодрила нас. Придавала нам новые силы для дальнейшего наступления и быстрейшего освобождения хуторов, станиц от немцев. Какие они были? Освободители, идущие в бой за родину, за родную улицу, за родной дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отряд! Стой! Раз, два! Напрячь! Волчь! Смирно! Слушаем мою команду. Ночью начинаем форсировать кубань. Операция будет сложной. Бой сделает тяжелый. А пока затишье, всем надлежит выспаться и отдохнуть как следует. Вон я! Разойдись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правду говорят, война так страшна, и столько от нее боли, что даже птицы не поют, и гнезда не бьют. Вот, девочка, может и птицы и не поют, но народ наш советский фашистам не победить. Пока сильна душа русская, пока поет. Вот смотри, идет бабонька в поле, и песню заводит, с песней легче. Идет баба с горомыслом, и ветра полны, тоже песню поет, с песней легче. Сидят бабоньки вечером на завалинке, и песню поют, без мужиков тяжко, а с песней легче. Вот так и наши солдатушки на фронте, тоже песню поют, с песней легче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА